Еще два человека. Танцевать не нужно, поэтому может выйти кто угодно. Давайте один мальчик какой-нибудь, самый смелый. Давайте, давайте, певец. Молодец. Вот, молодец. Бордовая бабочка, ты умничка. И какая-нибудь девочка. Давайте, кто не выходил. Девчонки, ну давайте. Ну что, ну Камила, ну Камила, кричат все. Отлично! Камила и Миша, аплодисменты ребята вышли получать в конкурсе. Конкурс будет очень простой. Давайте вспомним стих, который вам нравится. Камила, какой тебе стих нравится? Абсолютно любой. Да я здесь надо помнить. Ну, хоть какую-то часть. Не помню. Любой, хоть... Если не наизусть, то шар в Бартлере падает. То есть не идет, бычок шатается. Нет, слишком. Ни муха села на варенье с шар в Бартлере. Вот это, да? Хорошо, пускай будет твой любимый стих. Я его тоже не помню наизусть. Это и синий, черный человек. Отлично, какие грустные. Смотрите, сейчас, сейчас все очень просто. Вам нужно будет читать этот стих наизусть. Вот небольшой отрывочек, не переживайте. Но делать это нужно будет в той манере, в которой я буду задавать. Камила, ты начнешь. Ты будешь читать стих, как будто ты уваюкиваешь ребенка. Конечно, возьми текст. Давай тогда, Миша, начнешь ты. Ты тоже возьмешь текст? Ты не помнишь текст? Возьми текст тогда. Можете взять другое стихотворение? Абсолютно любое. Неважно, какое. Только не текст Оксимирона, потому что это уже очень плохо. Любой. Ты нашла? Скорее. Любой, абсолютно любой стих. Какой только угодно. Хоть вообще идет кучок шатается. Хоть скажи-ка, мама ведь не даром. Скажи-ка, дядя, никто не исправил ЕГЭ, они сдали. Ну, конечно, помните. Да, да. Что, кто-нибудь загрузил уже? Секундочку, интернет здесь плохо работает. Все, загрузили. Давайте все, музыка тогда все, девчонки. Внимание, тебе так. Давай, как будто ты укачиваешь ребенка. Какой страшный стих для укачивания ребенка. Давай. Друг мой. Друг мой. Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит. Подожди, Миш, у тебя есть ребенок? Миш, я расскажу тебе тайну. Так не убаюкивают детей. Надо прям немножечко... А-а-а. Помогала? Надо тебе под черный... Черный это, да? Успогал, черный человек, да? Хорошо, давай немножечко нежней. Как будто ты все-таки убаюкиваешь. Друг мой. Друг мой. Как будто ты так. Друг мой. Друг мой. Вот это, да, да, вот это мощно. Ты наставил. Камил, тебе сейчас нужно будет читать свое произведение. Как будто бы ты Владимир Владимирович Путин. И ты обращаешься к россиянинам. Давай. Скажи, ты помнишься к нам? Он нежней. Нежней. Пусть я не знаю. Все недры разверзали С распутством женщины, Что кажет наготу. И солнце жадное Над пальью сверкало, Стремясь, скорее всего, До капли разложить, Вернуть в природе все, Что власть ее соткала, Все то, что некогда горела Жаждой жадью. Аплодисменты, конечно же. Скажите, после такого стиха, Кажется, что когда Путин говорит, Ну уж не так и плохо все в России, да? Никто не гниют, вроде все хорошо, да? Ребят, а сейчас давайте выберем стих, Который вы знаете вдвоем. Идет пучок, шатается, может быть, все-таки? Сдыхает на ходу, Ну вот, доска качает, Сейчас я упаду. Ребят, сейчас вам нужно будет это вдвоем читать, Без микрофона, Как будто вы группа Потап и Настя Каменских. Вы готовы? Все, давайте, секундочку. Да, конечно надо. Все, поддержим аплодисментами. Аплодисментами. Сейчас доска кончается, сейчас я упаду. Давайте еще раз. Один в ладь. Вот в ноты попали прям как Потап и Настя Каменских. Идет пучок, шатается, живая на ходу. Доска кончается, сейчас я упаду. Отличный аплодисмент, и ребята, Спасибо огромное, можете присаживаться на свои места.